На Брещене спорту и здоровому образу жизни в частности уделяется особое внимание. Строятся манежи и ледовые дворцы, открываются спортивные комплексы и площадки. Руководство Брестской области создает все условия для того, чтобы любители имели возможность для самостоятельных занятий, а спортсмены могли тренироваться на современных покрытиях и площадках и добиваться высоких результатов. К слову, для брестских атлетов 2015 год – это время получения путевок для участия в Олимпийских играх, которые состоятся в 2016-м в Рио-де-Жанейро. И от каждой победы сейчас зависит, удастся ли представителям Берестейщины попасть в сборную страны и побороться за новые медали и награды. А потому работа в этом направлении ведется системная и совместная – представители вертикали власти, тренерский штаб и спортсмены. 2015 год – это год завоевания лицензий на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Это такой знаковый год. Вот эти все лицензии, которые будут завоеваны, они будут уже зависеть не только от спортсменов, не только от тренеров, но и уже от органов власти, как они смогут подготовить и материальную базу, и финансовую составляющую. Чествование лучших берестейских тренеров и спортсменов уже давно стало доброй традицией. Открывая встречу, председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис отметил, что такие мероприятия – это хорошая возможность подвести итоги прошлых лет и определить доминантные направления работы на ближайшую перспективу. Брестская область заслуженно считается высокоразвитым спортивным регионом, поэтому очень важно, чтобы созданный спортивный потенциал работал на благо края и помогал спортсменам добиваться высоких результатов. Брестская область заслуженно считается высокоразвитым спортивным регионом. Созданным у нас условием для занятия физкультурой и спортом без преувеличения могут позавидовать другие регионы нашей страны. Но мы все прекрасно понимаем, что в строительство красивых спортивных дворцов, ледовых аренд, стадионов и бассейнов вложены огромные финансовые средства. Поэтому они обязательно должны работать, приносить пользу, содействовать достижению высоких спортивных результатов и развитию массового спорта прежде всего. В рамках встречи состоялся открытый диалог председателя Брестского облсполкома Анатолия Лиса со спортсменами и тренерами. Был затронут огромный перечень вопросов, касающихся материальной тренировочной базы, условий проживания и тренировок. А спортивные медики познакомили губернатора с новым проектом. Инициатива реализуется только в городе над Бугом и направлена на выявление генетической предрасположенности ребенка к определенному спортивному виду деятельности. Реализация этого проекта привела к необходимости дополнительного исследования еще нескольких сфер. Губернатор инициативу поддержал. Когда мы проводили этот проект, мы открыли для себя еще ряд проблем. Прежде всего, это проблема спортивного питания. То есть по нашей занятии Академия наук синтезировала продукты спортивного питания некоторые, но сегодня нам нужно их опробировать и доказать, что белорусские продукты спортивного питания также эффективны, как и зарубежные аналоги. Мы в прошлом году средства все не использовали, которые были заложены на эти цели в области. Коммунационный фонд именно на эти цели. Поэтому здесь я вообще проблем никаких не вижу. Я точно думаю, что там писали 400 миллионов, это вообще не сумма. Поэтому самое главное – это оформить правильные документы, потому что это уже на эти 9-й, поэтому за них надо отчетиться. Конечно же, подобное мероприятие – это хорошая возможность наградить тех, кто прославил регион своими достижениями. 2014-й для спортсменов Брещины был напряженным, но плодотворным. Итог – 38 медалей, 7 из которых имеют высшую пробу. Все это было завоевано на официальных международных соревнованиях разного уровня. За каждой из этих наград стоит большой труд дружной команды спортсменов и тренеров, ведь спорт – удел молодых, сильных и выносливых. Все работы трудны, и спортсмены тоже по-своему тяжело, по-своему, скажем, романтично. Мы не сидим на одном месте, мы постоянно переезжаем с города в город, скажем, из страны в страну. Конечно, у нас много времени гулять или что-то еще нету, обычно только тренировка или соревнования и сон. В общем, здоровый образ жизни. Поэтому, в общем, довольно интересно, но тяжело быть спортсменом. Стараюсь свой успех подтверждать каждый год. Как добиться этого особого успеха нет, просто нужно верить в себя, стараться, трудиться, и все получится. Триумф награды короток, однако важно держать взятую высокую планку, постоянно подтверждая ее новыми результатами и достижениями. И все это впереди. А пока и спортсмены, и тренеры переживают самые положительные эмоции, ощущая, что их труд не напрасен. Немножко даже как бы на слезу пробивают. Это гордость за спортсмена, даже за себя. Можно сказать, большая гордость, потому что труд, то, что вложено было в него, в этого спортсмена, не пропал даром. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.